добрый день уважаемые подписчики подписчицы и гости нашего канала еду вчера ся на стрижку а и там радио рассказывает что там 60 процентов будут на новый год загадывать желание чтобы пандемия закончилась там столько-то будут загадывать зарплату такую-то ну и в общем соцопрос озвучили и мне так резонула когда там не не помню какой-то на втором месте это большие зарплаты люди хотят чтобы у них были большие зарплаты и у меня такая идея думаю интересно я вспоминаю себя ну далеко-далеко когда я была в зарплате зарплата плата за раба да и вообще люди которые ходят и за зарплату они не могут расширить свои горизонты до горизонтов это как правило люди которые не особо хотят брать ответственность за свою жизнь и начал сдался в аренду и гарантируем тебе сколько-то платят и есть люди которые полмиллиона зарплаты у меня такие есть и их много но в любом случае кстати у них то бывает катастрофа когда они привыкли вот такой жизни да и потом когда это заканчивается о где жопа жопная я не об этом еду и вспомнила и поделиться хочу вспомнила себя в этом состоянии когда я хотела когда-то большую зарплату вы знаете еду вчера лимана не видно он он смеется он ржет стоит держится и ржет вот и и вот знаете у меня тоже еду у меня сначала раз так мысли потом ржачка началась я прям еду и хочу то есть я не хочу никакого зарплату вы знаете и раньше я хотела денег и мне интересный такой момент такая стадия а мне нету сейчас желание денег и они ко мне идут вот мышление изобилия мы все таки наверное после нового года создадим запустим этот курс он очень нужен мне очень хочется поделиться вот как была школа жен да я я отдала все что накопила и вот это вот мышление изобилия возьму подготовка подготавливайтесь в общем морально возьмем какую-нибудь бандейку сколько вы придете и поведем вас чтобы изменить мышление вот поверьте вот есть люди которые мыслят страхами они боятся каких-то мелочей они сосредоточены на этих мелочах и они притягивают ведь все что мы боимся мы в этой жизни мы притягиваем все что мы допускаем вот какие-то эти мелочи то есть нету вот этого внутреннего такого а знаете размаха размаха не буду приводить пример у меня пришли в голове но это близкие люди не буду про них рассказывать вот просто мы зацеплены за эти старые идеи которые родители мы вот знаете не вере не вере боженьки не вере в завтрашний день но поверьте вот всего много всего много я раньше не понимала как могут подарить брюлики понимаете мне уже чужие люди начали дарить брюлики это подарок подарок приехал это вот брюлики это кольцо эксклюзивная роберта браво так вот подарили шубы машины начали дарить понимаете вот но а давно мне это было непонятно если вы психанете и начнете что-то делать двадцать четыре часа в сутки то почему-то начнет получаться для начала ну хотя бы аффирмации сначала вы не верить будете но потом мозг вы приучите да не бойтесь не бойтесь допустить я миллионер я миллионер я миллионер я миллионер но почему вы понимаете мозг привыкнет помните как анекдот был сейчас анекдоты расскажу вовочка обозвал машку дурой учительница поймала по ушам его надавала и говорит скажи три раза что маша не дура и извинись он переварил понимаете да так вот вот то же самое сначала там я миллионер я я миллионер то есть мы от обратного я миллионер я миллионеры я миллионер Леонид, понимаете, да, вот, приучите своё сознание, приучите своё сознание, мы не допускаем, мы недавно прямой эфир снимали, как мы принимаем блага, да, вам элементарно люди что-то дают, вот как часто вы отказываетесь, не надо, вам что-то суют, а вы прям вот как-то вот, вот, вы же не впускаете это в свою жизнь, вы же весь такой прямо, и очень все высокого о себе мнения, с такой, с гордыней, вот, чем проще, чем проще мы бываем, чем больше, поверьте, чем больше вы отдаёте, чем больше вы отдаёте, тем больше хочется вам отдать, вам отдать, понимаете, тут прошла недавно, у меня близкие поздравляют с Новым Годом, да, и вот, я вот смотрю, как это происходит, когда они мне что-то суют, и мне прям охота туда, понимаете, я отслеживаю себя, и была недавно ситуация, там с человеком рассчитывалось, я ему дала больше, чем нужно, а он мне такой, что, и всё, что ли? У меня была, да, я сожалею, кстати, вот, зря, наверное, но надо было выхватить этот рыжик и сказать, о, и пойти дальше, мне бы там это прокатило, понимаете? Каждому имущему дано будет, а у неимущего отнимется и то, что имеется. Мышление изобилия – это осознание, что мы живём в мире, в котором всё есть, всё для всех есть. Да, вы мне сейчас там напишите про голодающих африканцев, да, у неё карма такая, карма, понимаете, карма, и он может выбраться из этого? Да, не квойчих, без рук, без ног, такой обробок выродился, вы знаете, он счастливее намного тех людей, которые с руками, с ногами, которые собственными руками попу могут вытереть. Он не может ни жену за грудь потрогать, ни обнять ребёнка, я вообще отказываюсь думать, он, собственно, и зуб потрогать не может, да? Да, в ухи поковырять я могу, в носу, это же кайф, кайф, голову почесать ногтями. Вы представляете, вот я сейчас стою, ух, лишён человек, и он счастлив, он несёт столько, я не призываю к его философии, я просто как пример, вот человек, да, без рук, без ног, с культяшкой какой-то, он улыбается, у него дети, у него счастье. Вы посмотрите на себя, сколько вам дано, да охреневшие, охреневшие, обнаглевшие люди, с глобальной всё время претензией. Сколько вы книжек прочитали? Когда мне говорят, ну, конечно, конечно, у тебя такой сын, 25 лет жизни туда вгрохало, ну, да, у тебя вот там, тебе и люди, там, ребята. Ребята, 30 лет прочтения книг, университетов, сколько учителей, да страшно, кто-то там бухал по клубам, а я ночами за книжками сидела, вот поэтому у меня сейчас плоды, у меня я начинаю собирать свои собственные плоды. И когда я помню, у меня первая камри, американка была, и мужик на меня смотрел, вот этот анекдот насосал, это я его прожила, я первый раз на ней ехала, она большая, мне было страшно до жутика, 3,5 объёма, вся в обвесах, ну, такой пацанский чёрный тазик, ну, очень хотел. Я еду, и я как песчинка, как задрот, и вот стоит мужик на этом перекерёзке, вот он на меня смотрит, вот я прям считала то, что вот это в анекдоте, я прям прочувствовала клетками. И я так закопалась внутрь, а потом вспомнила, что эта камри была куплена на мои деньги, с тренингов я откладывала на неё, то есть я очень хотела её. И знаете, у меня что-то внутри дух так расправился, а у Лёвки аж слёзы наворачиваются, стоит. Да, да, вот у меня дух расправился, думаю, ёксель-моксель, так а я ровнёхонько на своих мозгах езжу. И знаете, у меня вот это вот чувство поднялось, и я вот с этим вот чувством такая раз на него взглядом, я никогда не видела, что так люди прыгать умеют, собаки видела, но чтобы люди, вертикальный взлёт и взад, то есть вот он вверх и взад, вот он у него, его прям отнесло. Я благодарна этому мужику, а потому что у меня машина была праворукая, я боялась, она неделю камри-то стояла, а мне утром мужики позвонили, что освободилось место, и я сонная вскочила, я не знала, как ехать. И у меня полмашины вообще по тротуару ехала, у меня люди в рассыпную. Я благодарна этому мужику, потому что я после него ездить начала на любых машинах. Я сначала села на неё, её освоила, потом у друзей мне случилось так, что мне на крузаке пришлось ехать, межгород, и уже, знаете, после неё уже никакие уже не страшные, я уже на всяких покаталась. Вот, кстати, да, я позволила себе, я позволила, я, этот мужик, вот он, я ему до сих пор благодарна, вот зима, темно так только светает, этот красный фонарь, светофор, да, этот мужик с вертикальным взлётом, я ему очень благодарна. Вот, знаете, даже из негативной ситуации можно выжить позитив. Я после него начала ездить, я после него, знаете, у меня как будто что-то так вот взяла и раскрылась, и я себе позволила, позволила быть. Позвольте себе быть, читайте, Наполеон Хилл, Дома и Богатей, она перевернёт ваше сознание. Она простая, у меня есть друг, который только её читает, она уже там чёрная, он её замусолил, как будто сал на ней ел. Вот он только её читает больше 10 лет, он завод, пароходы, у него всё есть, вот он одну книжку читает, а их на самом деле много. Ну что, курс готовим? Всем желаю пробудиться, сломать решётки, прийти к этому мышлению изобилия, я прям стараюсь вас заразить этим, я вас заражаю этим, заражаю, заражаю. До новых встреч, благодарю за комментарии, ставьте пальчики вверх, ставьте пальчики вниз, мы их тоже уже любим. Всем добра и света, здоровья и процветания.